У вас там это, кота-кот потёк. Ну и кто это сделал? Боюсь, эту загадку нам не разгадать никогда. Я не знаю, кто сделал это. Котик, который всегда выглядит так, будто видит, что ты роняешь свой бутерброд. Сань, ну выходи, уже заколебал. Там на улице мушки, птички. И мышки. И мышки. Когда пошёл в туалет, но забыл взять телефон. Чёрт. А как какать? Можно мне с пары уйти? Да, без проблем. А отмечать не будете? Милая, помнишь ты говорила, что я дарю тебе мало мягких зверюшек? Вот. Господи, мёртвая крыса! Но я переломал ей кости, она мягкая. Посмотри на часы, стрелки бегут только вперёд. А знаешь почему? Потому что прошлое уже не имеет никакого значения. В смысле не имеет? Ты мне когда долг вернёшь? Мама насыпает коту еду? Я тоже насыпаю коту еду, не зная, что он уже ел. Кот! Я искал вверху. Я искал внизу. Ну как бы я ни старался, я не могу найти, где я спрашивал ваше мнение. И да, друзья, всем здорово! Меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас крутые приколы с котиками. Поехали! Нетфликс добавляет кнопку для пропуска интро-сериалов. Чуваки, которые потратили десятки часов на создание этих интро. Это я пришёл в больницу с мамой, чтобы не было страшно. Саня, 25 лет. Здрасте! Когда не сдал денег на ремонт? Глобуз! А чё, в смысле? Как собачники представляют кошек? Кошки на самом деле. Когда проснулся, но мозг ещё в отключке. Как думать? Группа квартирных воров, осуществлявших свою преступную деятельность с помощью сиамского кота, задержана в белорусской столице. Кот натаскивался на доллары, смоченные настойкой валерьяны. Постепенно у животного выработался условный рефлекс на валерьяновую валюту. Затем предприимчивые воры по объявлению находили состоятельного продавца, покупали у него вещи, заадаптированные к коту доллары. Как было установлено следствием, во время отсутствия хозяина, воры специально отмычкой открывали квартиру, запускали туда учёного кота, который через считанные минуты, не нарушая порядка в квартире, находил все деньги. По словам сотрудников ГУВД, у этих воров имелась не только богатая фантазия, но и определённые профессиональные навыки дрессировщиков. Как отмечают минские сыщики, подобный случай не имеет аналогов в мировой криминальной практике и может войти в учебники криминалистики. Слушайте, а куда мы едем? Подальше от всего этого. А приедем, что дальше? А приедем, поедем от того всего подальше. То есть туда-сюда кататься будем? А смысл? Смысл? В звенящих подстаканниках чувак в макушках елей, покачивающихся в темноте, в бесконечно тянущихся проводах за окном, в этих неповторимых пейзажах, в этом прекрасном чувстве одиночества, когда частичка цивилизации соприкасается с величием природы, в пирожках из вагона ресторана. Вот тебе смысл. Слышь ты, иди сюда. Не хочешь получить добра? А в морду носиком пунь-пунь? За ушкой почесать чунь-чунь? Слышь, парень, ты куда? Постой. Братишка, то возьми домой. Мелкий я. Выхожу на улицу в плюс пять без шапки. Моя мама. Ты куда так поперся? Я использую антисептик для рук, убивающий 99,9% микробов. Одна десятая процента оставшихся микробов. Я снова один. Я откладываю телефон и пытаюсь заснуть. Я через пять минут снова беру телефон после того, как у меня не получилось заснуть. Телефон. Ты совсем дебил, да? Учитель. Учит тому, как важно иметь собственное мнение и его отстаивать. Ученик отстаивает своё мнение. Учитель. Заткнись. Да, я вообще-то больше тебя знаю. Она. Дорогой, сегодня мы ужинаем у моих родителей. Не одевайся, пожалуйста, как идиот. Я. Когда пойдём? Училка. Садись два. Я в пятом классе. Нет, умоляю, не ставьте. Я в одиннадцатом классе. Пофиг. Мой рабочий настрой. Так, включить нюфбук. Что тут у нас? Кнопочки? Огонёчки всякие. Так, что там дальше? Нюфбук, работай за меня. Любимый, ты же обещал сходить в кино. Любимый обещал. Любимый сходил. Приезжай, моих родителей нет дома. Я знаю. Они у меня. Мы как раз разговариваем о том, как некомфортно находиться с тобой в одном помещении. Старшее поколение. Господи, ну что за мода у нынешней молодёжи? Что это за балахоны безразмерные? Мешок на дело и пошла. Ни грамма вкуса, честное слово. Также старшее поколение. Я не знаю, что из этого смешнее. То, что кот облизал картинку с жареной курицей или то, как он разочарован. Я молчу весь урок. Я посмеялся над шуткой пять секунд. Училка. Ты опять мне урок срываешь? Успокойся и постарайся объяснить одним словом, что произошло. А. Я. Мам, да я полмира объехал и всё в порядке. Я всё знаю и всё умею. Тоже я. Мам, мне нужно в больницу. Где вход? Что мне говорить? Куда идти? Как себя вести? Мелкий я, когда мама дала сделать глоток её кофе. Гы-гы. Я, здоровая с рандомной девушкой из школы на улице. Мама. Каждый раз, когда я пытаюсь произвести впечатление. Смотри и учись, Сань. Сейчас я надеру зад этой курицы. Эйть. Эй. Бух. Да уж. Но в другой раз. Когда он пришёл мириться, но ты всё ещё обижаешься? Прокляну. Кот постоянно пялился в мой ноутбук, поэтому мне пришлось купить ему его собственный. У меня маленький ноут, зато большие амбиции. Коширак. Это как доширак, только коширак. Жизнь кота тяжела и обременительна. Матерь котия, да закончится уже когда-нибудь эта бессмысленная фотосессия или нет? Я пришёл сюда полдничать. Сегодня нам опять Наташа чего-то странное печёт. Попробуй, говорит, нормально. А я и ласково. Пойдёт. Если наши отношения не будут похожи на эти, даже не пытайтесь меня в них вовлекать. Когда тебя наконец-то заметили и взяли на ручки. Кайф. Минусы работы из дома. Ну, Барсик, я же хотел поработать. Тебе если что-то не нравится, так ты выйди со мной раз на раз, а не воздух сотрясай своим гнилым базаром. У оптимиста стакан наполовину полон, у пессимиста наполовину пуст. А я котист, у меня стакан наполовину кот. Дратути. А я тоже так делал со своей кошкой. Зацените. А вот ещё прикольный кадр, где получилась она похожая на чувака с банки Принглс. Сегодня кот пытался разбудить меня, принеся в постель украденную котлету. Ну таф, давай, я котлету принёс. Какой удачный кадр. Тем временем на коте им рынки. Э, дорогой, покупай мышь, да. Свежий, тёплый, только бегал. Клянусь усами, я его маму ел. Смотрите, какой милый антисептик у входа в магазин. Для обработки рук царапинами. Хорошо, когда тебя кто-то поддерживает. Вот бывает идёшь к своей мечте, а не идётся. Ничего не получается. А приходит котик, и сразу как-то легче на душе. Да, мне вот кошка помогает ролики монтировать. И жена мемасы собирает, звук обрабатывает. А монтировать кошка помогает. Я, короче, ничего не делаю. Шучу, шучу. Я не постоянно жру. Я проверяю, чувствую ли я вкус и запах еды. У нас тут пандемия или что? Лучше принеси тест. Двойной, с сыром. Автопортрет. А у котика неплохой такой талант. Мой брат с медалями и спортивными кубками. Моя сестра с красным дипломом. Я с коллекцией мемов. Ну, ещё у меня есть коллекция монеток. Мой хозяин совсем скоро вернётся. Вы не волнуйтесь, кондиционер работает. Температура в машине минус 22 градуса по Цельсию. Ну, наверное, 22. Просто это типа тире. Завтра защита курсовой в 11.00. А кто нападает? Ещё одна шутка, и вы на дубсессии. Жануда. Короче, я пыталась сфотографировать небо и... Кота, видимо. Данила пишет, а знаешь почему? Потому что небо не может быть без солнышка. О, да. Только тогда оно должно быть в верхнем углу. Ну, да ладно. Мой кот превращается в шарик, когда он замерзает. Это самая милая вещь в мире. Согласны. Я собираюсь на работу, осознавая, что существует восьмилетний ютубер, который заработал 26 миллионов долларов в этом году. А есть ещё футболисты, которые ещё больше заработали, так чё. Старайся, и у тебя всё получится. Я в тебя верю. Шестилетний я. Смотрю фильм, где у персонажа есть телекинез. Шестилетний я сразу после просмотра проверяю, владею ли я телекинезом. О, да, Жиза. Ух ты, пора на работу. Да, чёрт побери. Срочные новости, люди теперь бессмертные. Ох, если бы это было так. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. И зацените мой игровой канал по ссылке в описании. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова